Фермский Амкар пополнился тремя футболистами. Это 20-летний защитник Наим Шерифи, таджик по национальности и россиянин по паспорту. До этого выступал за австрийский Капфенбергер. Второй новичок это 23-летний игрок обороны Андрей Семенов из Хабаровской Sky Energy. И третье приобретение 22-летний полузащитник голландского Утрехта Джан-Лука Нейхальд. Игрок подписал договор с Амкаром на три года. Этот трансфер прокомментировал спортивный директор Утрехта Эрвин Декроев в Толецстаде. «Когда-то казалось, что будущее Джан-Луки будет связано с Утрехтом, но надежды не всегда сбываются. Мы решили, что ему лучше покинуть клуб. Он принял это решение как настоящий профессионал. Вместе с ним мы подобрали ему оптимальный вариант для продолжения карьеры. Несмотря на то, что контракт Джан-Луки с клубом еще не истек, мы не будем чинить ему препятствия и отпускаем бесплатно. Позже мы попрощаемся с ним, как подобает». Конец цитаты. А старший тренер Амкар Рустем Хузин заявил далее цитата, не зная причин, по которым Утрехт отдавал этого и очень интересного хавбека в аренду. Но в матчах команды с его участием против Ливерпуля, Лиги Европы, Аякса и ПСВ в национальном чемпионате голландец мне очень понравился. Это заводной футболист с явно выраженными лидерскими качествами, отличной левой ногой, мастер исполнения стандартов. Не случайно его привлекали к неофициальным матчам сборной Голландии. Надеемся, что он усилит центральную зону нашей полузащиты». Конец цитаты. «Сам Нейхальт так прокомментировал свой переход. «Я провел в Утрехте замечательное время, и мне жаль расставаться с клубом. Всегда надеялся достичь успеха именно здесь, ведь я выступал за эту команду с самого начала карьеры. Однако переход в Амкар – это очень интересно. Клуб и главный тренер поверили в меня. Меня рассматривают в качестве игрока основы и рассчитывают, что я буду развиваться в премьер-лиге». Еще одна новость, касающаяся красно-черных. Матч девятого тура чемпионата России, в котором Амкар будет играть с «Динамо», перенесен с 23 на 22 сентября. Изменение даты проведения встречи связано с тем, что 25 сентября Амкар проведет выездной матч одной из 16-й финала Кубка России против Хабаровской «Скай-энергии». А второй футбольный клуб «Перми» «Октан» провел очередной календарный матч. В рамках девятого тура чемпионата страны среди команд второго дивизиона наши принимали «Рубин-2» из Казани и проиграли 1-2. У «Октановцев» в пенальти отличился Тимир Каев. В 10-м туре «Пермики» также сыграют дома. 8 сентября они встретятся со «Спартаком» из Йошкар-Аллы. Тем временем другой «Октан» – хоккейный – начал новый сезон. Наша команда провела свой дебютный матч в чемпионате МХЛА. Соперником выступил «Казанский Барс», входящий в систему двукратного чемпиона страны Акбарса. Гости, естественно, являлись фаворитом в этом поединке. С первых минут они завладели инициативой и обрушили град атак на ворота «Пермиков». Ворота Аликина им удалось распечатать уже на пятой минуте. Однако в дальнейшем наш голкипер действовал безупречно и отличиться «Барсом» больше не позволил. Но и «Октановцы» провести результативную комбинацию не сумели. В итоге наши проиграли с футбольным счетом 0-1. Тяжело. Видно, что ребятки немножко вначале подрастерялись первые минут 10. Как следствие, гол пропущенный, перегорели. Ну, плюс, конечно, соперник помощнее, помастеровите. Потом второй период уже освоились, уже и моменты стали появляться. И в третьем, в принципе, у нас были шансы сравнять счет. К сожалению, не забили. Стартовал новый сезон и в российском гандборе. В первом туре чемпионата страны пермские «Медведи» отправились в Астрахань к местной «Заре Каспии» и одержали над ней победу с минимальным перевесом 29-28. Следующие игры наша команда проведет уже в рамках Международного кубка ЕГФ. 8 и 9 сентября в спорткомплексе имени Сухарева «Медведи» принимают молдавский клуб ПГУ «Картина ТВ». Волейболисты при Камье также провели первый официальный матч нового сезона. В Белгороде в рамках предварительного этапа розыгрыша Кубка России подопечные Владимира Путина и Владимира Викулова сыграли с «Динамо» из Ленинградской области. Матч получился напряженным. Выяснение отношений дошло до тайбрейка, в котором вверх взяли «Динамовцы». Главный тренер Пермяков так прокомментировал это поражение. «Результат закономерен. Это была наша первая полноценная игра с апреля. В связи с напряженным финансовым положением команды мы не смогли принять участие ни в одном из предсезонных турниров, не провели ни одного контрольного матча. Отсюда и большое число невыдужденных ошибок в этой игре». Конец цитаты. Следующий соперник при каме по Кубку – новая из Новокуйбышевска. Олег Романов, Телевизионная служба новостей.